В видео, в котором я рассказывала про мытье волос, я говорила, что я периодически пользуюсь сухими шампунями. Итак, у меня есть несколько сухих шампуней, которыми я пользуюсь. Некоторые из них мне нравятся больше, некоторые из них мне нравятся меньше. Но, тем не менее, я сейчас коротко попробую пробежаться и рассказать вам о всех сухих шампунях, которыми я пользуюсь, которые у меня есть. Один из них это Клоран. Клоран сухой шампунь с овсяным молочком. Здесь объем большой, 150 мл. Я знаю, что сейчас уже Клоран выпустил малышей по 50 мл, для того, чтобы их можно было брать с собой в дорогу, с дозатором, спреем. Сухие шампуни все наносятся одинаково на ваши волосы. Собственно, вы наносите сухой шампунь на корни вашей головы, потом массируете пальцами, пушиваете ваши волосы, и потом вычесываете остатки сухого шампуня расческой, чтобы, не дай бог, на ваших волосах не осталась видимая вот эта вот белая пудра. Я знаю, что существуют специальные сухие шампуни уже для брюнеток, потому что, если вы счастливая обладательница темных волос, то светлая белая пудра будет на них очень сильно видна. А для блондинок как раз вот светлая пудра, это то, что, собственно, нужно и замечательно. Также сейчас я пользуюсь, и мне очень нравится, сухой шампунь от итальянской марки Amica. Он в объеме 232,5 мл. И этот же самый шампунь у меня есть вот в таком вот маленьком варианте, дорожном, его я вожу с собой, как правило, в поездке. Он очень приятный, мне очень нравится в данном случае его запах, его вот такая вот очень яркая, позитивная упаковка, соотношение цены и качества. Все в этом шампуне мне очень и очень и очень нравится. Что касается сухих шампуней, хотела вам рассказать, что есть такая замечательная марка, как Лиз Стаффорд. По-моему, английская в России, она доступна в сети магазинов Ривгош, она очень доступная по цене. И там тоже есть 50-мл. вот такого же объема, очень приятный сухой шампунь, которым я, честно говоря, долгое-долгое время с удовольствием пользуюсь. Подходит к концу мой рассказ про различные средства, которыми я пользуюсь. В выходе за моими волосами осталось три позиции. Собственно, это непосредственно совсем укладочное средство. Как я уже говорила, укладочные средства я не очень люблю. Пользуюсь ими крайне редко. Если есть возможность обойтись только маслом, я стараюсь обойтись только маслом. Но, тем не менее, в марке Амико у меня есть вот такой вот маленький лак для волос. Большой мне не надо, потому что я, честно говоря, даже этим еще ни разу не пользовалась. Хотя он у меня уже, наверное, месяца полтора стоит на полочке. Но вот не люблю я лаки для волос, как-то у меня вот с ними не складывается, потому что вот этот вот липкий эффект склеенности волос мне не нравится. Я люблю, когда мои волосы гладкие, шелковистые. И помимо масла, либо какого-то легкого крема, нет на них никаких укладочных средств. То есть, трогая волосы, вы не ощущаете никаких укладочных средств. Вот в моем случае, лично для меня, это, правда, очень-очень большой и важный критерий. Также для укладки волос у меня есть вот такая вот паста, моделирующая от Cahill's. Достаточно большая баночка, 150 мл. На самом деле, данной пасты хватает очень-очень надолго. Там вот такое вот вещество белое, непрозрачное. Ну, собственно, это классическая паста для укладки волос. Я ей пользуюсь иногда, если мне нужно убрать какую-то излишнюю пушистость в зоне пробора. И также я с удовольствием пользуюсь, мой молодой человек, если ему надо уложить свои волосы. Паста у меня это очень-очень давно, расход ее минимальный. Я так понимаю, что, в принципе, данная паста как раз достаточно активно использовалась бы на коротких волосах. Но так как у меня волосы длинные, то ее я использую либо, если мне надо подчеркнуть пряди у лица, какие-то небольшие тоненькие прядки, либо, если мне необходимо убрать пушистость из зоны около пробора. Вот в этом случае я, собственно, обращаюсь к вот этой вот моделирующей пасте Cahill's. И еще одно средство для укладки волос у меня есть от L'Oreal Professional из линейки TechniArt. Вот этот вот спрей от L'Oreal Paris, он с одной стороны фиксирует ваши волосы, то есть у него есть фиксация, она достаточно легкая, но при этом она все-таки есть. Также в нем есть функция термозащиты ваших волос, и это мне тоже очень нравится. И также он очень хорош для придания прикорневого объема, то есть в моем случае это такое получается средство три в одном. С одной стороны это прикорневой объем, с другой стороны это средняя такая ближе к легкой все-таки фиксации, и в-третьих это термозащита, что тоже очень и очень неплохо. Этот спрей в объеме 150 мл, и с удовольствием и пользусь, с удовольствием он мне нравится. Еще одна важная вещь, которую я хотела вам рассказать, и которая действительно очень-очень важна, если вы хотите иметь красивые, ухоженные, длинные волосы, это правильный выбор резинок. Обратите, пожалуйста, внимание, что все заколки, все резинки, все то, чем вы пользуетесь для ваших волос, ни в коем случае не должны ваши волосы травмировать. Поэтому, честно говоря, я знаю, что в последнее время очень популярны резинки-пружинки, но с моей густотой, длиной и тяжестью волос, к сожалению, резинки-пружинки, даже по две резинки-пружинки мои волосы не очень держат, и снимать их с волос такой длины мне тоже не очень нравится. Я предпочитаю обычные резинки, либо тканные, либо мне сейчас очень нравятся вот такие вот самые простые силиконовые резинки. Они очень популярны и в Корее, и в Японии. Честно говоря, достаточно большая пачка подобных резинок стоит каких-то там смешных трех копеек. Они бессовные, они, конечно, не вечные, да, они периодически рвутся, но самое главное, что когда вы их используете на своих волосах, они ни в коем случае ваши волосы не травмируют, не рвут, не повреждают, и это очень-очень важно. Когда я заплетаю косы, либо мне нужна резинка значительно меньше, мне нужно зафиксировать кончик, я использую вот такие вот обычные шелковые малыши. Я слежу за тем, чтобы на резинках не было никаких металлических элементов, потому что металлические элементы, они ваши волосы травмируют, они ваши волосы рвут. Собственно, у меня такой задачи нет, у меня есть задача иметь красивые, ухоженные, здоровые волосы, и, собственно, все, что направлено на здоровье моих волос, я с радостью принимаю. Все, что мои волосы травмируют и портят, я достаточно жестко отметаю, потому что это мне не подходит. Также, пожалуйста, обратите внимание, что при выборе невидимок на невидимках тоже нельзя экономить, на невидимках и шпильках это должны быть качественные продукты, потому что вы регулярно одеваете, вдеваете их волосы, и если они рвут, если у них есть какие-то уголки острые, если они начинают рвать и травмировать вас волосы, то это тоже, к сожалению, не есть и не есть хорошо, и, пожалуйста, потратьте небольшое количество времени и найдите для себя качественный набор невидимок, качественный набор шпилек. Это не такие большие финансовые вложения, но результат от них будет действительно видимый. Итак, спасибо большое, что все это время оставались со мной. Я вам, насколько коротко это у меня получилось, попыталась рассказать о своих секретах ухода за моими волосами, о том, каким образом и благодаря чему мне удается поддерживать свои волосы в том состоянии, в котором они есть, поддерживать их здоровыми, блестящими, ухоженными, растить и отращивать регулярно свою длину, при этом периодически экспериментировать с цветом волос. Об окрашивании волос я расскажу в отдельной серии видео. Если вам интересно, оставляйте, пожалуйста, запросы внизу. Если нравится, ставьте пальчики вверх. Пожалуйста, пишите мне комментарии и пожелания. Я буду очень рада, если та информация, которую я с вами делюсь, вам хотя бы частично пригодится. Пожалуйста, будьте обладательницами красивых, ухоженных, здоровых волос. Радуйтесь сами, радуйте окружающих. И до встречи на моем блог-канале. Пока-пока-пока!